На площади перед дворцом творчества детей и молодежи толпятся взрослые. Они с нетерпением ждут прибытия автобусов. Зареченские школьники возвращаются из лагеря Приморский. Владимир Попов встречает двух внуков. Все-таки хотелось, чтобы они самостоятельно пожили, покупались, поплавали. Так что все семью пришли встречать. То есть вы считаете, что лагерь это еще и как школа такая? Ну да, конечно, самостоятельно поживут. А так, что же, мамки, папки окучивают. Детей в лагерь отправляли безбоязненно. Но этим летом родителей, бабушек и дедушек заставили понервничать тревожные новости о Менингите в Краснодарском крае. Это было страшно, конечно, все время в напряжении таком. Ну, надеялись, что обойдется. В крайнем случае, поехали бы сами на машине, забрали бы их. А еще регулярно звонили ребятам, чтобы окончательно удостовериться, что у них все в порядке. Но теперь все тревоги и беспокойства позади. Взрослые бросаются к автобусам, искать в толпе своих счастливых, отдохнувших и загорелых детей. Впечатлений море. Порой даже не хватает слов, чтобы все описать. Скучать ребятам не давали. Педагогический состав лагеря сделал все, чтобы смена запомнилась надолго. Программу мы выполнили полностью. Смена называлась «Мы такие разные, в этом весь секрет». И мы это доказали своим творчеством, энергией, позитивом, задором. Смена прошла гладко, без форс-мажоров и чрезвычайных ситуаций. А заряда энергии и позитива ребятам хватит на весь учебный год. Ксения Тризна, Андрей Лёшин, телерадиокомпания «Заречный».